62 ледовые арены работают на территории Московской области. Одна из них в городском округе Мытищи. Здесь в том числе оттачивают свое мастерство, завоевывают первые награды воспитанники региональной спортшколы Олимпийского резерва по хоккею. Более 200 юных мытищенцев воплощают свои мечты о карьере в весьма популярном в России виде спорта. Накануне они вместе со своими товарищами, которые занимаются на базах, расположенных в других муниципалитетах Подмосковья, отпраздновали окончание очередного спортивного сезона. С праздничным настроением подошли к закрытию сезона. Результаты с каждым годом растут. Это можно увидеть и по мужским командам, и по женским. У нас шесть отделений в Московской области развивают хоккей. Четыре отделения женских, два мужских. Самое крупное в Мытищах находится. Это наши, скажем так, передовые отделения мужского хоккея. В этом спортивном сезоне начинающие хоккеисты Подмосковья действительно не раз испытывали эйфорию, а их наставники гордились своими воспитанниками. Например, юниоры сумели пробиться в финал первенства России. Впервые за много лет. Кроме того, две команды вышли в первую группу Москвы. В следующем сезоне ребята будут сражаться за победу с лидерами российского хоккея. Не подвели своих наставников и девчонки. Они лучшие по результатам первенства России. А десять воспитанниц региональной спортшколы Олимпийского резерва по хоккею в составе российской сборной выиграли Кубок Европы. Виктор Шалимов – звезда советского хоккея. Наш земляк пристально следит за становлением молодых спортсменов. Поддерживает их. Школа растет. Школа с каждым годом выступает все лучше. Даже сейчас на Москву хорошие выступления были. Если раньше, когда начиналось только на область, в Москве проигрывали во многом. Сейчас уже стали более серьезно. Школа работает здорово. И вот им совет. Не тушеваться – самое главное. Будут и поражения, будут и победы. Но самое главное, что если ты играешь против сильных и сам становишься сильнее. Победам начинающих хоккеистов в Подмосковье, успехам их наставников радуются и специалисты, развивающие спорт на муниципальном уровне. Конечно же, приятно, что многие мытищенцы занимаются у нас хоккеем. У нас шикарная ледовая арена. Сейчас даже говорится, что не хватает льда. Очень популярный это вид спорта, командный вид спорта. Конечно же, хочется поздравить наших коллег с успешным завершением спортивного сезона. Интересно, что с нового спортивного сезона возрастная планка для поступающих в региональную спортшколу Олимпийского резерва по хоккею будет снижена. А значит, еще больше юных жителей Московской области возьмут в руки клюшки. Руководители этого спорту учреждения также планируют изменить подход к тренировкам, дополнительно нанять квалифицированных специалистов. Первая наша задача – это улучшение тренировочного процесса. Отсюда и будут улучшаться результаты. Тренировочный процесс, я как уже сказал, за счет расширения спортивной базы, за счет привлечения новых тренеров. В ближайшие месяцы учащихся региональной спортшколы Олимпийского резерва по хоккею ждут летние сборы. По традиции они пройдут в Тульской области, там расположена федеральная база, и в Раменском районе, там расположена региональная база. Разумеется, у начинающих хоккеистов Подмосковья будет время и на отдых. Впереди много работы. Их наставники уже строят планы. В новом спортивном сезоне задачи не менее грандиозные. Например, сразиться на первенстве Москвы и выиграть у грандов хоккея одно из призовых мест. Надежда Трифонова, Денис Петров, информационная программа День.